Для многих из собравшихся эти школьные каникулы последние. Большинство из этих восьмиклашек уже выбирают профессии и в следующем году собираются поступать в учреждения среднего профессионального образования. Помочь определиться с будущим ребятам решили в Сочинском центре занятости. Здесь им рассказали о востребованных в городе вакансиях, порекомендовали в какой сфере сегодня лучше делать первые взрослые шаги. Как оказалось, на курорте это медицина, туризм и работа, связанная с техникой. Кстати, о которой уже давно мечтает ученик восьмой гимназии. Максим Симонов решил стать компьютерщиком. Рассчитывает, что биржа труда предоставит ему возможность найти первую в своей жизни работу. Зарплата-то, значение-то не имеет, больше опыт работы интересует, потому что в будущем опыт работы очень нужен будет. Мне нужна именно официальная работа, чтобы была трудовая книжка, чтобы туда записали стаж работы и сколько, допустим, я работал, то есть опыт работы. Соглашаться на работу без оформления школьникам не рекомендуют. На неофициальной подработке всегда есть риски. Только с трудовым договором предупреждают несовершеннолетних. Они смогут себя почувствовать и защищенными в плане оплаты труда, и по-настоящему взрослыми. Взрослым же сочинцам сегодня предложили порядка полутора тысяч вакансий. Ярмарки, проводимые в центре занятости раз в месяц, помогают трудоустроиться подавляющему количеству обратившихся сюда безработных. Это и санаторная отрасль, и учреждения торговли. Ну, то есть много организаций у нас здесь сегодня. От горничных до инженеров, заместителей, руководителей. То есть разный спектр. То есть любой желающий может сегодня подобрать себе подходящую вакансию.